Татарстан Зоологи КФУ пояснили, что парковая зона университета является благоприятной для их обитания. Выпускница Поволжской академии спорта и туризма Лилия Низамова в составе сборной России стала обладательницей золота чемпионата Европы по водным видам спорта. Серебро досталось команде украинок, а бронза – итальянкам. В Татарстане учреждена национальная премия в сфере единоборств «Золотой пояс». Она станет высшей наградой в области боевых искусств и будет вручаться выдающимся спортсменам, тренерам, руководителям, прославляющим республику. В заданиях ЕГЭ в России будет постепенно появляться устная часть. Она уже введена в некоторые экзамены, поэтапно она будет включена и в другие. Возле Кремлевской набережной построят мечеть. Ее строительство планируется закончить уже в этом году. В Камско-Усинском районе Татарстана появится первый в России кемпинг. В месте отдыха организуют гостевые дома, водоснабжение и зону развлечений. В России создают перспективный боевой вертолет. Скорость воздушного судна будет достигать 450 км в час, что сделает его самым быстрым вертолетом в мире. Ученики лицея Лобачевского КФУ защищали честь Татарстана и России на международных олимпиадах. Они получили серебро и бронзу по Интернациональной олимпиаде по астрономии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова